Друзья, всем привет! 4 года назад я делал видео о том, как делается антихром Но многие все равно спрашивают иногда Я их отправляю на старое видео Смотрят, вроде все понятно Сейчас тема та же, но уже дома Нам нужно снять хром с надписей Suzuki Grand Vitara И всяких значков от Suzuki Grand Vitara Их небольшое количество Там еще есть, у меня лежит рамочка Но рамочку надо отдельным заходом делать Я, скорее всего, в пакет буду засовывать Сейчас пока что снимем с небольших шильд багажника И крупных шильд с накладки запаски Что нам для этого понадобится? А понадобится нам 2,5-3 литра воды на 1 кг хлорного железа Хлорное железо вещь не дефицитная Достать ее не проблема Одно только, но покупайте оптом Потому что оптом дешевле, нежели в рознице По старой памяти и старому опыту Помню, что хлорное железо надо насыпать по чуть-чуть в воду и перемешивать Если нальете в воду хлорное железо У вас пластиковая емкость, которую вы будете использовать Просто свернет в узелок Вода начинает кипеть Размешивать только в пластиковой банке Потому что металлическую за ночь сожрет Тоже проверено Любые пластиковые какие-либо емкости Пакеты Не важно Вот она в пакете пришла И ее пакет ничего с ним не происходит Сейчас открываем пакет Мешать тоже пластиковой ложкой Это в данном случае холодовский миксер Потому что давно-давно, 4 года назад Я перемешал алюминиевой мешалкой И ее у меня сожрало Пока я мешал То есть никаких металлов Никаких сплавов Только пластик Имеет такой рисковатый Не скажу, что не приятный Но запах есть В идеале делать это, конечно, двумя руками Но ничего страшного не произойдет Аккуратно перемешиваем Досыпаем еще Перемешиваем, досыпаем еще Чем мощнее концентрат Тем быстрее он снимет у нас пластика хром Задача какова Сейчас размешать все камушки Потому что он камнями такими С густками идет И потом с пластика Вот тут уже видно, как отшелушивается хром от пластика Но вот эта жижа съест все И у нас в руках должен будет остаться Исключительно чистый-чистый пластик Как-то интересно В этом случае я размешивал Ну я по чуть-чуть размешивал Нету реакции такой, что вода прям греется сильно Она чуть-чуть нагрелась Но не так сильно, как это было С флорным железом, которое было куплено в Москве Ладно Окунаем эти запчасти Ничего страшного, что они всплывают Хворное железо, химия сделает свое дело Можно, конечно, в идеале их там повернуть Так, чтобы они были лицом вниз Это будет лучше И такая процедура в среднем занимает ночь То есть это делаем на ночь С утра Откроем, посмотрим Ну, всегда прокатывало Ребята говорят, что часа за четыре, допустим На джипарях Снимали с ноги Все, оставляем так на ночь Посмотрим, что будет Ночь прошла Посмотрим, что у нас получилось Лучше сразу стряхнуть Что там есть О, сработало Видать, видать Значит, все нормально С флорным железом Вот оно, идеальное состояние Когда с пластикой снимается все Без каких-либо механических воздействий Теперь из того, что нужно сделать Это пойти все помыть под воду Клей не трогается То есть на этот клей можно будет переводку сделать Клеевую Помыть в воде, пойти Ну, максимум еще, что надо доделать Это в любом случае Пройтись серым скотчбрайтом Дать легкую риску Чтобы усилитель адгезии для пластика Имел возможность Отработать более качественно Нежели просто на голый пластик Потому что, так или иначе Химия оставляет Какие-то свои Свой налет Который нужно смыть Счистить Обезжирить Нанести усилитель адгезии Грунт И тогда можно красить Вот такие замечательные буковки У нас получаются Без каких-либо Дополнительных проблем Цена Вот этого вот дела Получается Около 8 долларов Именно самого раствора Который для этого нужен Я считаю, это недорого Потому что Других способов Снять хром Так, чтобы не повредить пластик Я, допустим До сих пор не знаю Всем пока Продолжение следует...